Ага! Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать в 2017 год, и на мой канал, соответственно, тоже. Вот, мы, наконец, с вами стартуем этот год с видосиков, и будем продолжать, скорее всего, в этом же ритме, чтобы не было никаких задержек, не было ничего такого, о чем бы можно было как-то опубликовать, вот. И сегодня у нас идет рубрика «Вопрос-ответ». Прям новогодний вопрос-ответ, самый новогодний, что может быть, тем более, что вопросы вы задавали именно, ну, связанные с Новым годом. Итак, Алиса спрашивает, отмечаешь ли ты Рождество, и если да, то какой праздник ты любишь больше, Новый год или Рождество? Если честно, я люблю больше Новый год, хотя Рождество именно католическое как-то связано с тем, что мои друзья, которые живут в Штатах там или еще где-то, присылают мне рождественские открытки, картинки, и уже в этот момент у тебя создается такое впечатление, что у тебя тоже праздник, и ты такой довольный весь, «О, и у них праздник, и у тебя праздник». Ну, короче говоря, мы отмечаем, грубо говоря, вместе, но Новый год я люблю больше, потому что... потому что это Новый год, мне кажется. Это самый загадочный, самый необычный и самый прикольный праздник из всех праздников, которые только может быть. Кто, по-твоему, круче, Санта-Клаус или Дед Мороз? Ну, значит, так как я родилась в Российской Федерации, и всю жизнь, все детство у меня пихали Дедов Морозов, и как-то все сказки связаны были в основном с Дедами Морозами, то это Дед Мороз. Вот. Как бы, ну, как-то роднее, что ли, не знаю. Кто очень часто с тобой переписывается? Ну, или кто-то самый лучший друг ВК? Вы знаете, мне настолько часто пишут люди в ВК, просто настолько часто, что я уже не помню. У меня есть 10 человек, которые пишут мне просто постоянно. И иногда я отвечаю даже ночью, ну, если я не сплю, соответственно, то есть, как бы, у меня будет телефон, у меня стоит оповещение, и периодически, да, я выключаю оповещение, потому что, бз-бз, вот это вот, ну, это прямо, как бы, сложно, очень сложно. Ну, и привет Софье, которая просила передать ей привет. Арина спрашивает, красишься ли ты перед видео? Конкретно перед видео, чтобы прям, знаете, там, на штукатуриваться, намалевываться, нет, у меня нет такого, но я крашу глаза, то есть, я считаю, что акцент на глаза, он должен быть, ну, мне так кажется, и я их крашу, может быть, чуть-чуть сильнее, то есть, видите, у меня здесь нету теней, прям глаз практически выдохнула, нету теней, но ресницы я крашу более, как бы, несколькими слоями, потому что на камере, когда вы снимаете, или если вы хотите снимать, нужно краситься чуть ярче, чем в жизни, потому что камера, как бы, съедает все это, и, ну, это обычное, как бы, ну, все блогеры об этом знают, поэтому, да, можно сказать, что перед съемками видео я крашусь, но не сильно, то есть, я могу также взять и пойти, например, на улицу, либо я, например, откуда-то приезжаю, неважно, откуда там, либо, ну, по каким-то делам, короче, ездила, сажусь снимать видео, то есть, я не докрашиваю специально, поскольку это не какой-то там туториал, да, что ты садишься без косметики и что-то еще, хотя, в принципе, я, ну, не стесняюсь сесть и сняться без мейкапа, то есть, здесь ничего такого. Пицца или картошка фри? На самом деле, это такой сложный вопрос, потому что я люблю и то, и то, и как любой фастфуд, на самом деле, очень люблю, но поскольку пиццу я переела слишком много в 2014 году, я ела фактически через день пиццу, а картошку фри меньше, и сейчас, когда я выезжаю в Макдак, мне прям очень хочется взять максимально большую картошку и ее сожрать просто в одно лицо, то это, наверное, картошка фри, именно она должна быть такой соленой и именно с сырным соусом, и тогда это просто вот так вот. Также Настя спрашивает, сколько монтирую я видео? В зависимости от сложности видео, в зависимости от того, на какое устройство оно было снято, это от часа, это самое маленькое, самое маленькое, до 6-7 часов. Последнее видео, которое я грузила на 31 декабря, которое было, я его загрузила так рано, потому что я монтировала с 12 часов ночи до 6 утра, 31 декабря, поэтому я его выложила практически в 7 утра. Также Настя спрашивает, какой твой любимый праздник? Мой любимый праздник это Новый год, тут уж и думать не приходится, хотя еще и день рождения, например. Мои любимые видеоблогеры... Вы знаете, я вот кого знаю лично в жизни, да, я могу сказать, что я их смотрю, потому что мне они нравятся, но кроме всех тех, кого я сейчас вам покажу, мне также нравится еще Саша Шапик, как бы это мне было странно, но так как он не приезжает в Москву, вернее он приезжал, но тогда я его не смотрела, я его так посмотрю, да, бывает дело такое. Всем привет, ребят, меня зовут Юля Пушман, и сегодня я снимаю AskPushman. Всем привет, сегодня 30 ноября, решила снять вложить для вас, завтра у нас официально наступала зима, но у нас тут в Сибири, не знаю, у нас позавчера было 37 градусов, ну, зима давно уже наступила. Всем привет, меня зовут Катя Клэб, я знаю, что всем не угодить, но большинство из вас сказали, что хотят видеть видео о том, что сейчас находится в моей сумке. Сцена 1, дубль 1, видео номер 3886, макияж. Спасибо. Всем привет, в этом видео я хотела бы с вами поговорить о своих страхах, а точнее о странных знакомствах в интернете. Ребята, сегодня тема, вы скажете, что политическая, но она не политическая, она что ни на есть, опять по профилю немаги. Мазда Рейсер, хей, Коля Хейтер, хей, Коля Хейтер, хей, Коля Хейтер, хей, Коля Хейтер. Да, зарубежных видеоблогеров я смотрю, это Джена, это Зоэла и остальные малоизвестные. И также Насте передаю привет, потому что человек попросил передать привет в видео. И Арина также просит передать ей привет, поэтому Арина привет и с Новым Годом. Яна спрашивает, сколько мне лет? Сколько тебе лет? Я мужчина хоть куда, в полном расцвет сил. Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил? Ну, знаешь, не будем об этом говорить. Хочешь сняться в клипе? Знаете, если прям такой, прям цели нету, прям конкретной цели, но если предложат, то чё бы мне отказаться-то? Ну, лишний раз-то лицом посвятить, почему нет? Мне по приколу, мне это нравится. У меня полжизни прошло в съемках, поэтому я-то не против. Буду ли я снимать... Ой, шарик улетел. Буду ли я снимать летсплеи? Вообще, кстати говоря, у меня есть уже две идеи на две игры, и на которые я хочу снять летсплей. Может быть, даже на одну игру получится два выпуска, потому что больше 20 минут я не хочу выпускать каких-то видосов. И это как бы, ну как это вам сказать... Тем более я постоянно принимаю участие во всяких игровых мероприятиях, связанных с играми. Это игра Мир, вы это все знаете. И я об этом тоже снимала ролики в прошлом году, уже теперь в прошлом году. Видите, как то говорили в этом году, а теперь в прошлом, да, в 2017. Полина Даронина спрашивает, где монтирую видео? На какой камере снимаю? Я снимаю на Canon зеркалку. Видео я монтирую в Sunny Vegas Pro. Это одна из моих самых любимых программ для монтажа, потому что я считаю ее самой удобной. Раньше я монтировала в Pinnacle Studio. Она очень простая, но мне она не нравится, потому что там сложнее всего поправлять звук и что-то делать с изображением. А так как я постоянно что-то делаю, мне проще, конечно, в Sunny Vegas, ну и премьер. Премьер я пока только на пути к такому прям стопроцентному изучению, потому что он сложный. Но там можно всяких прикольных штук делать. Можно делать также графику. И мне бы хотелось, чтобы видео были с графикой. Серьезно, я сейчас этому учусь. На какую камеру снимаю? Я снимаю на несколько камер. Экшн-камера одна. Также снимаю я на телефон. И снимаю на обычную зеркалку Canon. Единственное, что только хочу поменять объектив, потому что, как вы понимаете, свет у меня уже есть. Остался только объектив. Ну и, скорее всего, нужно еще поменять штатив, потому что этот очень маленький. Мне приходится каждый раз сидеть на полу, так как он в мой рост не встает. Любишь ли суши, а роллы? Так как каждый год на Новый год я сделаю заказ из роллов. Я не стругаю Оливье, я не заморачиваюсь с 31 числа. Я, как обычно, кстати, я отдельно ролик хочу про Новый год заснять. Я не хочу как бы напрягаться в Новый год. Я делаю просто. Я заказываю роллы на весь Новый год. Мне еще, как же, хватает на первое число. И я просто не заморачиваюсь. То есть, получаешь еду и начинаешь, можешь уже ставить ее на стол и есть, как бы. И да, я заказываю роллы. И роллы я люблю больше. И вообще, как бы, японская кухня, она очень такая вкусненькая, знаете. Мне прям очень нравится. Но без салатов, парочки салатов, ну, таких вот русских, чтобы чувствоваться наш Новый год, там, не просто какая-нибудь Япония, там, знаете, не просто какая-нибудь простота, там, или удобство. Пара салатов они обязательно есть на столе, чтобы... ну, это традиция. Насколько сильно я люблю своих подписчиков, но если бы у меня была возможность обнять просто каждого, вот так вот обнять, я бы, наверное, это сделала. Но я надеюсь, что мы с вами будем встречаться как можно чаще. И, возможно, что на каких-то мероприятиях со многими из вас мы встретимся. Это, как бы, ну, было бы очень серьезно. Это прям моя мечта, чтобы можно было с кем-то в реале, не только через контакт, да, там, и то я не успеваю просто сейчас по времени. И у меня сейчас опять начинается куча всяких проблем, куча всего, там, тра-та-та-та-та-та. И мне хочется с каждым как можно больше общаться и уделить уже внимание, время и, конечно же, обнимашки, 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 куда без этого. Юля спрашивает, что ты любишь больше, оливье или селедку под шобой? Юля, здесь ответ на самом деле очень простой, очень простой. Настолько простой, что только здесь получился какой-то странный круг, пока я доставала его из холодильника. Просто такой... Это селедка под шобой, потому что оливье я ем больше, ну, так скажем, вне праздничной жизни, будничной. И оливье-шка как-то с Новым годом уже не ассоциируется. А вот селедка под шобой прям вообще огонь. Ну, серьезно, я аж притащила из холодильника, вот сейчас мои родственники, наверное, смотрят видосы, думают, ну, какая дура. Взяла из холодильника и притащила сюда. Целый лоток просто, лоток огроменный. А, это контейнер, сорян, это контейнер, короче. Селедки под шобой, ну, короче, ребята, я донесла его нормально, и я думаю, что по дороге к холодильнику я его не... вот так не сделаю. Вот такой вот был новогодний вопрос-ответ. Извините, если чьи-то вопросы не попали, потому что все как-то хотелось больше делать именно связано с Новым годом, и я максимально много постаралась прочитать для вас вопросов и ответов, вот. Но мне кажется, что я кого-то пропустила, и мне от этого очень обидно, поэтому следующий вопрос-ответ тоже будет, но уже не в этом месяце, а будет чуть позже. И мне кажется, что именно с такими... И мне кажется, что именно с такими видео, когда вы что-то спрашиваете, я отвечаю, получается такой вот некий фидбэк. То есть мы с вами так общаемся, мне кажется, это очень здорово. Ну, не знаю, как вам, мне это прям очень... Поэтому большое вам спасибо, что посмотрели это видео, и я очень-очень вас всех люблю, и до следующего видоса. Всегда ваш огромный таш, пока!